Резумик какой. Можно играть отдельными эпизодами хорошо, показывать неплохой футбол, содержательный футбол, иметь моменты. Но еще раз, критерием футбола всегда является результат, поэтому результата на данный момент нет и, конечно, не удовлетворение от результата от игры. В каких-то эпизодах, да, есть, скажем так, проблески, хорошие подходы, моменты, но их надо реализовывать, эти моменты, значит, здесь связаны или с определенным мастерством, или с той психологией, о которой я уже говорю, нужно в этом плане нам еще очень много работать. Вот так резюме, а так прогрессом всегда не удовлетворительно. Спасибо, пожалуйста, ваши вопросы, просьба представляться и называть свое издание. Сейчас, одну секунду, в микрофон. Здравствуйте, сападаш Владимирович, Московская франция, если можно, два вопроса. Первый, вы забили мяч в первом тайме, а на второй и больше ничего практически, химки играли в атаку. А на второй тайме вы вышли вообще супер, вообще суперприз. И где что делать? Почему во втором тайме только 10 минут было игры, а все остальное опять-таки лихим? Это первый вопрос. Второй короткий, все-таки, если можно, по Джорджевичу. Почему нет или еще будет? Спасибо. Ну, по Джорджевичу, я не знаю, откуда это у вас, наверное, средства массовой информации или еще кто-то, я не слышал об этом. Спортивный директор ничего не говорил об этом. Поэтому какую-то информацию по этому игроку я вам не могу сейчас ничего сказать. Спасибо. По поводу, значит, первого вопроса, да, ну, вы уже задавали, по-моему, на прошлой пресс-конференции, почему, почему. Сейчас, еще раз говорю, будем смотреть на теоретическом занятии. Здесь все достаточно просто. Кто меньше ошибается, тот и выигрывает. Значит, мы в каких-то эпизодах ошиблись, особенно, наверное, в обороне. Сейчас у нас наши центральные защитники, надеюсь, поправятся после травм и, наверное, немножко в другом сочетании будем играть. Это пока сложно у нас играть в обороне. Но оборона состоит из всех игроков, начиная от атаки, средней линии и так далее, и так далее. Значит, где-то мы и не доиграли, где-то уступили в единоборствах, здесь нужно просто смотреть всю эту цепочку. Вот, возможно, еще раз повторяю, то же самое, планировали, чтобы замены усилили, а нашу игру, к сожалению, и не удалось в этом плане. Пока наши ветераны здорово двигались, значит, в целостности игра какая-то была, потом немножко под устали. Здесь мы планировали освежить игру для того, чтобы предоставить шанс молодым, и чтобы они показали себя. Но пока вот на данном этапе не получается. Но это, наверное, больше вопрос ко мне. Как и вам? Есть еще вопросы? Добрый день, Антон Георгиевич. А если Патерк остановится штатом по надписанной команды, или сегодня он сам вызвался подойти к 11-метровой отмене? Да нет, он штатный пенальтист, да. Это ему заснулся за второй гол. Да, он сам. Сегодня по качеству игры торпеда уничтожит наступала фенка. Но три паровала в оборудовании зоны. Ну, третий гол, да, центральный, защитный, особенно второй и третий. Это физическая подготовка команды, потому что удивительно. Ну, фейк, но такие голы не пропускали. А второй вопрос заключается в том, что он, может быть... Я даже не знаю, вопрос это или нет. Вот большинству футбольных людей, кажется, что лебеди лучше бы выпускать его в втором даме на подсевших чужих. Вы выставите, ну, сегодня, в частности, в первом даме. Вот такие субъективно-объективные вопросы по оборудованию зоны и креоцентральных защитников, о которых вы уже немножко сказали, и про лебединых. Ну, мы сейчас надеемся, по поводу центральных защитников, что нам, он сейчас набирает после травмы форму Кутеков, надеюсь, нам поможет, поможет выздоровливать тоже, наверное, Шумских, два центральных защитника, которые выпали. Вот, касается опорной зоны, ну, еще раз говорю, планировали усиление, где-то игроки у нас подустали, и мы хотели освежить. Но не получилось, еще раз говорю, наверное, здесь в большей степени это вопрос ко мне. То, что касается лебеденка, мы изначально планировали в первом тайме для того, чтобы у нас была целостность игры и структура игры. В этом плане он очень грамотный футболист, хорошо может мяч принять, хорошее взаимодействие непосредственно с тем же Рязанцем. Пока у нас вот эта связка работала, скажем так, в середине поля играли ложной девяткой, пока план работал. Потом мы решили усилить игру, да, потому что почувствовали давление со стороны Химок. Вот, и решили выпустить скоростных игроков нашего нападающего Турищева. Думали сыграть, может быть, вторым номером в большей степени для того, чтобы сыграть хорошо на контратаках. Были хорошие выходы, но, к сожалению, последний пас не получался. В конечном итоге по физподготовке, ну, мы посмотрели все вот эти три матча, мы, на мой взгляд, просто это статистика, которая нам дается после каждой игры. Ну, мы ни в чем не уступаем, ни в скоростной работе, ни в километрах же, я имею в виду пробег. Приблизительно то же самое получается, такие же цифры. Единственное, в чем мы уступали, уступали вот эти три туры, это в единоборствах. Это да, в этом плане мы уступаем. Поэтому нам надо сделать акцент именно на эту работу. Ну, и, конечно, главное, я думаю, что игроки, тоже самые опытные, которые дают интервью, говорят, все-таки психология имеет огромное значение. Потому что нужно выходить более уверенными. И если в матч складывается достаточно неплохо, я имею в виду по одним эпизодам, то вот здесь нам не хватает реализации. Реализации, особенно в концовке. Поэтому еще раз говорю, если сейчас будут усиления, то, я думаю, у торпеды все будет в этом плане нормально. Ну, там у него антрак в два гёртках просто мяча взял. Если был один из этих, мячей бы залетел, а счет был один на один. Может, еще по-другому? Ну, я об этом всегда говорю. Вы же знаете, что если ты не забиваешь, то есть афоризм в футболе, забивают тебе. Еще раз говорю, где-то мы его в обороне допустили, в средней линии то же самое. В каких-то эпизодах, может быть, недорабатывали. Ну, и, конечно, когда ты не забиваешь, это всегда очень сложно для команды. Можно забить, а потом, может быть, уже сыграть по другому сценарию. Здесь именно так иногда складывается матч. А так ребята старались, мне упрекнуть их не в чем. Они в этом плане трудятся, стараются. Но вот ошибки, может быть, связывают именно с психологией. И я думаю, что мы прибавим своих реализаций, то все будет, на мой взгляд, в дальнейшем гораздо лучше. Так бы и ответил. Спасибо. Есть еще вопросы? Маленький вопрос. Точнее, даже не вопрос. Спасибо за развернутые ответы. Желаю вашей команде как можно быстрее игру свою поймать, потому что отдельными эпизодами смотреть все очень хорошо. По игре Кутепа, мы все-таки увидим его в следующем матче или не факт? Ну, мы надеемся на это, потому что он всего лишь три дня тренируется с командой после травмы. Я думаю, что вот в течение этой недели, я думаю, он уже постарается набрать тот определенный игровой тонус, который необходим. Потому что если после трех дней сразу же выпустить, то все может быть, потому что травма была достаточно серьезной. Поэтому мы его в этом плане стараемся подвести, чтобы у него был оптимальный такой игровой тонус. Спасибо. Да, последний вопрос. Александр Георгиевич, а психологическое время в какой травмане? Ребята верят, но победу впереди, что еще хорошие результаты впереди. Ну, естественно, когда ты проигрываешь, то какое может быть настроение, всем понятно. Проигрыш, да. А в целом, ну, будем работать в этом плане. А проигрыш, он совершенно... Да, надо просто научиться исправлять ошибки, которые, наверное, допускаем мы все вместе. И футболисты, и я вот в этом плане, если мы избавимся вот от тех ошибок, то, я думаю, мы на правильном пути. Юра, у нас похвали. И вот еще тогда один единственный вопрос, в последний, если можно. Значит, Сергей Николаевич, что не хватало, конечно, поддержки болельщиков. С вами, то есть, зрения, не хватает вот этого досыда того самого знаменитого «Запада-5»? Ну, конечно, «Запад-5», он всегда нас поддерживает. Конечно, наверное, вам любой тренер скажет, что не хватает. Ну, для меня, конечно, то же самое. Многое непонятно по этому фан-айди, что здесь футбол для болельщиков, для народа. Поэтому здесь вот это непонятно. Ну, не вот это же фан-айди в театре. Я не знаю, куда там еще люди ходят, на концерты, в магазины. Конечно, здесь друг, что-то. Ну, для меня много вопросов по этому поводу. Вот, поэтому я, конечно, в этом вопросе, конечно, наверное, вам любой тренер скажет, что не хватает тех преданных болельщиков, которые всегда поддерживают команду. Вы же видите, как, допустим, в том же Воронеже, как и Торсида. Это же футбол, еще раз говорю, он для народа, поэтому для болельщиков. Приятно, когда приходят на трибуны и поддерживают свою команду. Субтитры создавал DimaTorzok